В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте, но в начале выпуска коротко об основных событиях. Город детства в развилке планируется реконструировать. Что нового появится в детском городке? Проектом предусмотрено безопасное покрытие. По последним современным будет сделана технология. Некуда спешить, с такими словами обратились к пешеходам и водителям сотрудники ГИБДД. Самое главное, оценить обстановку, не спешить. В центральной библиотеке города Видное прошло мероприятие, посвященное Дню Белой Трости. Я желаю людям с ограниченными возможностями еще активнее принимать участие в общественной жизни. Более 10 лет назад в развилке появился сквер под названием Город детства. С тех пор это любимое место отдыха жителей. Здесь многолюдно и в будни, и в выходные. Впрочем, в ближайшем будущем наверняка будет еще веселее и уютнее благодаря новым спортивной и детской площадкам. О том, как изменится Город детства, расскажет Екатерина Коваленко. Сквер Город детства в развилке расположен в окружении 13 домов, в которых живет более 3000 человек. Из них почти 800 детей. И совсем скоро всех их, ну и, конечно, гостей ждет настоящий подарок. Две площадки – детская и спортивная. Модернизация сквер требовал уже давно. Здесь нет резинового покрытия, которое просто необходимо там, где играют дети. Да и спортом позаниматься особенно было негде. Теперь это в прошлом, а в будущем, причем в ближайшем, Город детства ждет новая жизнь. Стало возможным это благодаря инициативному бюджетированию, когда предложенный жителями проект софинансируется из разных источников. Наша общественная палатка, мы все равно ее называем, совет наш, который всегда в тесном контакте с нами работает. И тоже отозвались в данной ситуации, по данному такому мероприятию. И появились у нас еще в небюджетные деньги, так скажем, которые мы, так скажем, и помогли нам жители, предприниматели. И такое собюджетирование произошло. Кстати, Ленинский городской округ стал одним из первых в регионе, где вели практику инициативного бюджетирования. Так, на две площадки в развилке из казны выделено около 4,5 миллионов рублей. Более миллиона из бюджета поселения, еще 200 тысяч – деньги жителей. Итак, что же мы увидим вскоре в городе детства? Проектом предусмотрено безопасное покрытие. По последним современным будет сделано технологиям. Безопасное покрытие будет мягкое покрытие. На нем планируется поставить малые архитектурные формы. И качели, и карусели будут, и песочницы будут, лавочки, скамеечки для отдыха детей и для родителей. А спортсменов ждут современные тренажеры и снаряды. Причем позаниматься физкультурой на свежем воздухе смогут и люди с ограниченными возможностями. В воркауте будет два силовых тренажера для инвалидов-колясочников, людей с ограниченными. И будет подход к брусьям, где будет проходить коляска и будет удобно заниматься человеком. Здесь вопрос не только спорта, но и адаптации людей, которые приезжают сюда, чтобы они знакомились, общались. Окончание всех работ запланировано на декабрь этого года. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. ВИН-ТВ. Сотрудники ГИБДД провели у торгового центра курс акцию под названием «Некуда спешить». Вместе с юными инспекторами дорожного движения Видновской школы номер 5, они напомнили пешеходам и автолюбителям о том, как следует вести себя на дороге. Подробности в сюжете Екатерины Борисовой. Переходим в проезжую часть, не спешим. Сначала, как мы говорили, что нужно сделать? Посмотреть налево-направо. Посмотреть налево-направо. Как и где переходить проезжую часть? О чем говорят самые распространенные дорожные знаки? Где может сидеть ребенок в автомобиле? И как участникам движения действовать в темное время суток? Об этих и многих других нюансах поведения пешеходов и автолюбителей сотрудники ГИБДД и юные инспекторы дорожного движения школы номер 5 напомнили видновчанам. Мы просили людей принять участие в акции, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Самое главное – оценить обстановку, не спешить. Водителю нужно двигаться в черте нашего города, соблюдая правила дорожного движения, обращая внимание на знаки, которые установлены у нас в городе. А нашим пешеходам также оценивая обстановку, переходить в проезжую часть, обращать внимание, с какой скоростью движется автомобиль. Акцию под названием «Некуда спешить» провели напротив торгового центра «Курс». Здесь всегда довольно интенсивное движение автомобилей и много пешеходов. Ребята раздавали листовки и памятки прохожим, а те, в свою очередь, улыбались и обещали соблюдать правила дорожного движения. Очень хорошо. Я, например, довольна. Я жива. Запомнила. Спасибо. Для детей, для школьников. Самое главное. Кто сами в школу ходит, там, сами уже. Без сопровождения взрослых – это обязательно. Ребенку надо показывать хороший пример, чтобы он смотрел, как бы видел, то, что, как переходит дорогу, чтобы соблюдал обязательно. Такие профилактические мероприятия сотрудниками ГИБДД в муниципалитете проводятся регулярно. Мы решили проверить, хорошо ли сами юные инспектора дорожного движения знают правила. Кто из вас скажет, что означает вот этот вот цифр в кружочке? Сбавить скорость. Сбавить скорость. То есть нельзя превышать скорость. Нужно смотреть налево и направо. Нужно переходить на отведенных местах для этого, то есть где есть светофор и зебра, и если горит зеленый сигнал пешеходам. Участникам акции вручили светоотражающие элементы, которые позволят им безопасно переходить дорогу в темное время суток. Вот такие вот смайлики. Я хочу, чтобы вы все были довольны. Чтобы ваши улыбки всегда были вот такими во весь рот. В последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий во дворах, в результате которых страдают дети. Сотрудники ГИБДД призывают водителей следовать скоростной режим и быть бдительными при движении по дворовой территории вблизи образовательных учреждений, остановок и торговых точек. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Винетово. В октябре во всем мире отмечают День Белой Трости. Он учрежден более 50 лет назад для того, чтобы обратить внимание общества на проблемы слепых и плохо видящих людей. В центральной библиотеке города Видное прошло мероприятие, посвященное Дню Белой Трости. Чтобы сказать теплые слова инвалидам по зрению, в этом зале собрались представители администрации муниципалитета, бизнес-сообщества, общественных организаций города. Официальные обращения сменялись номерами, подготовленными местными творческими коллективами и исполнителями. От имени главы муниципалитета Валерия Венцеля собравшихся приветствовал начальник управления по экономике и потребительскому рынку Александр Смирнов, председателю Ленинского общества слепых он вручил денежный сертификат, а активные участники организации были награждены памятными медалями в честь 90-летия района. Мы все люди местные, все живем в этом районе, в этом городе. Среди наших родственников, друзей, близких, знакомых также есть люди с ограниченными возможностями. То есть мы одна семья. От лица главы Ленинского района, от администрации Ленинского района я желаю людям с ограниченными возможностями еще активнее принимать участие в общественной жизни. В настоящий момент в Ленинском отделении Всероссийского общества слепых состоит порядка 100 человек. Конечно, не все они сегодня смогли собраться в зале Центральной Видновской библиотеки. Председатель общества считает, что не только в День Белой Трости, но и в повседневной жизни инвалиды ощущают заботу и поддержку. Лет 5-10 назад, конечно, было очень тяжело, но в последнее время все меняется. Появляются желтые полосы, появляются звуковые светофоры, и большинство зданий в администрации приспособлено для обслуживания инвалидов по зрению. Не обошлось без подарков и от депутатского корпуса. Их подарили помощник депутата Московской областной думы Владимира Жука Александр Серов и помощник депутата Государственной думы Вячеслава Фетисова Маргарита Галаева. Естественно, все подарки станут хорошим подспорьем в жизни инвалидов. Мы хотели сделать все самое лучшее, и вот Вячеслав Александрович поручил найти лупы с десятикратным увеличением, для того, чтобы у незрячих людей было еще больше творческого вдохновения, и они смогли реализовать все свои таланты. Стоит думать, собравшиеся в зале инвалиды по зрению, несмотря на тяжкий недуг, отметили этот день с хорошим настроением. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Значительную часть своей жизни эти люди проводят за рулем. Без их работы комфортная жизнь в городах была бы невозможна. Дмитрий Книга побывал на мероприятии в Видновском троллейбусном парке, где чествовали водители и технический персонал предприятия. 27 октября в России отметят День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Накануне праздника в троллейбусном парке города Видное состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие те, кто ежедневно занимается пассажирскими перевозками по дорогам нашего города. Мы стараемся делать все для того, чтобы люди, садясь в наш транспорт, не переживали за свои жизни и понимали, что всегда они будут на остановке дожидаться транспорта, который их доставит до той точки, куда они стремятся попасть. В конференц-зале предприятия собрались люди, которые по-настоящему ценят и любят свою профессию. В честь праздника лучшие сотрудники были удостоены памятных грамот, а также награждены медалями в честь 90-летия Ленинского района. Получается долгий добросовестный суд сотрудникам, которые долго и на благо района работают на днем и днем предприятии. Свою награду получила и Светлана Телегина. Трудовую деятельность она начинала за рулем троллейбуса в городе Энгельс Саратовской области. В Видновском троллейбусном парке она работает водителем уже пять лет. «Каждое утро нас узнают наши пассажиры, они с нами здороваются. Доброе утро. Дедушки и бабушки – это постоянные наши клиенты. Также из молодежи, которые ездят сейчас учиться на работу в Москву, тоже приветствуют нас, говорят «доброе утро», «здравствуйте», «как ваши дела?» В свою очередь сотрудники троллейбусного парка стараются обеспечить комфорт и безопасность пассажиров на городских маршрутах. Сейчас здесь трудится 120 человек, а в ведении парка находится 21 троллейбус. В следующем году коллектив отметит 20-летие со дня основания транспортного предприятия. «Знаю ваше предприятие, работал тоже на предприятии электриком, начинал работать, и шофером, и в общем сейчас мастер спорта по автоспорту. Так что это все мне близко и знакомо. Ну а сейчас вот от лица городского поселения Видное, от головы, я вас поздравляю с этим замечательным праздником». Завершилось мероприятие концертом, организованным собственными силами. На импровизированной сцене выступили сотрудники коллектива. «Меня, во-первых, мама привела в хор наш видновский, вот, можно сказать, за руку, потому что мама тоже когда-то пела, вот, и я за сценой где-то там бегала. Поэтому уже 40 лет я в хоре, в нашем видновском». «Склоняемся низко, счастья вам желаем, на веселье наше всех вас приглашаем». Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!